Зрители, с вами в студии Игорь Панарин. Сегодня мы с вами продолжим цикл передач по законам Мерфи. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена условно четвертому закону Мерфи, который звучит так. Любые предложения люди принимают иначе, чем тот, кто их вносит. Для тех, кто следит за нашими передачами, ну, проще, они уже сталкивались в первых наших передачах с этим законом Мерфи, когда у нас в гостях был Виктор Чумаков, главный юфикатор страны. И он рассказывал о том, что ползучие реформы русского языка как раз приводят к тому, что одни и те же слова люди понимают иначе. А когда пропадают из алфавита целые буквы, например, такие буквы, как ЙО, то у людей остается меньше шансов понять друг друга. Словарей много. Есть словари толковые, есть словари иностранных языков, есть словари исторические, культурные, есть даже новые словари. Это интернет-словари. И, собственно говоря, вторая подтема нашей сегодняшней передачи – это словари. А для того, чтобы поговорить на эту тему, я пригласил в студию уже знакомого вам художника Олега Арнаута. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, составление словаря, как, кстати, правильно называется ваш словарь? «Зеркало души. Толковый словарь» – это арт-проект, который составляется из высказываний различных людей. Они толкуют всем известные понятия, такие как совесть, любовь и так далее. И вот из них составляется этот словарь. А в чем задача вашего словаря? Словаря? Мне кажется, что вот как раз об взаимопонимании. То есть получается так, что мы все говорим одни и те же слова, но каждый из нас понимает это слово по-своему. И вот эти вот толкования разных людей ложатся в основу. То есть получается так, что мы видим весь спектр понимания этого слова. И можем сказать, что нам ближе. Или добавить свое собственное толкование, опять же, к интернету, если обращаться. То есть люди смогут... Но вы согласны с, скажем так, условно четвертым законом Мерфи, о том, что любые предложения люди принимают иначе, чем тот, кто их вносит? Безусловно. Безусловно. Я согласен. Это основа непонимания всех нас. Я бы предложил нашим телезрителям познакомиться с некоторыми страницами арт-словаря. Как он называется еще раз? «Зеркало души. Толковый словарь». Ну, давайте посмотрим. «Нам всем грозит свобода, свобода без конца, без выхода, без схода, без матери отца, посередине Руси за весь прошедший век. И я ее страшуся, как честный человек». Действительно, свобода вот такая, не введенная в рамки традиций и каких-то личных обязательств, вот она оборачивается, действительно, если не полной анархией, то какими-то странными проявлениями людей, завладевающими большими деньгами, властью, влиянием. «Свобода» довольно сложно говорить, потому что просто «свобода», как абстрактное понятие, слишком пусто, такой даосский какой-то характер носит. Как-то мы в 92-м году проводили анархическую демонстрацию по городу. У нас был один из лозунгов «Анархия есть отсутствие свободы». И, в общем, такое парадоксальное достаточно изучение это имело в виду, что отсутствие власти подразумевает свободу от власти и только, а не свободу делать все, что угодно, как обычно понимают люди. Анархия понимает неправильно. «Свобода творчества у профессионального художника, есть ли она вообще? Поскольку художник на самом деле должен выбрать очень узенькую тропинку и ее как-то осваивать. И это такие... Становление художника – это самоограничение. Есть безумное количество возможностей. А тебе нужно выбрать одну и очень узкую тропинку, и ты себя все время заковываешь, заковываешь, заковываешь вот в какие-то узкие рамки стиля, цвета и еще чего-то. Это вообще говоря... Поэтому в этом смысле, когда мы говорим о художниках, и они вот свободны, как птички, это все ерунда, на мой взгляд. Под флагом этой химеры совершается очень много зла. При этом, говорят, да, мы делаем зло, мы делаем, но это мы делаем во имя будущей свободы. Понимаете? И поэтому... А в результате, когда эта будущая свобода наступает, она вообще не свобода. Ну, для человека свобода – это свобода, прежде всего. Вот есть два таких момента. Для меня свобода – быть самим собой. Для меня свобода – быть услышанным. И уметь слушать других. Это уже относится к категории демократии, но демократии без свободы просто не существует. Свобода для меня – важное понятие. И в моей, так сказать, такой даже и повседневной, и, скажем так, околофилософской моей позиции – это очень важная, это очень важная и существенная категория, при всем при том, что я вряд ли смогу однозначно сформулировать, что для меня это означает. Тема свободы, она очень интересна. Очень интересна. Я не всех знаю гостей, не всех людей, представленных в словаре, но если вот проанализировать то, о чём они говорили, то получается, что свободы нет вообще. Нет, свободы есть. Есть, раз есть такое слово, значит, есть свобода, потому что любая вещь требует названия. Если есть название, значит, есть вещь. Но просто мы её понимаем по-разному. Такая, она получается, объёмная вещь – это свобода. Ну, анархист, например, сказал, что свобода – это химера. Журналист сказал, что свобода – это когда человек может сказать то, что он думает. Писатель сказал, извините, поэт сказал, что свобода, даже прочёл стихи, что свобода – это нечто такое недостижимое. То есть, свобода, получается, то, чего нет. Ну, естественно, также мы не можем потрогать эту свободу. Мы не можем потрогать совесть. В этом смысле её нет. Но так же, как и нет. Друзья, мы хотели договориться в терминах, и получается, что мы договариваемся настолько пафосно, что мы говорим о том, что вот любовь… Давайте мы предположим следующую страницу вашего словаря, и все будут говорить, что любви нет. Потом, это ирония, да, это какая-то ирония уже пелевинская, такая вот с отрицанием. Она красиво смотрится, она картинна. То есть, конечно, её можно обсудить в интернете, она непременно вызовет какой-то обратный эффект. Ну, вот для понимания, наверное, недостаточное что-то. Чего-то не хватает. Ну, если речь идёт о том, что же такое любовь, как её определить? Ну, или свобода. Что, да, что… Или совесть. Какие составляющие вкладываются в это понятие? Да, допустим, любовь. Что это? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это пятое-десятое. И, конечно, как бы посмотрел человек весь спектр того, что он мог посмотреть. И составил, наверное, ну, или уточнил своё собственное понимание. Он не должен ни с кем согласиться. Какие слова есть в вашем словаре? Какие слова вы толкуете? Ну, фактически, на сегодняшний день слов приблизительно 20. Из них я могу вот так вспомнить. Свобода, о которой мы только что слышали. Родина. Совесть, мы уже говорили о ней. Любовь. Ну, и так далее. То есть достаточно много всяких разных вещей. Но в основном это то, что нельзя потрогать руками. Это вот такие эфемерные вещи, касающиеся нашей души. Значит, то, чего нет. То, чего нет. Я думаю, что есть в этом какое-то лукавство. Действительно, мы с вами касаемся вот таких очень пафосных или очень, может быть, интимных слов, как там, любовь, там, совесть. И люди, конечно, будут, как всякий человек, стараться понравиться, там, или эпатировать, то есть получить какую-то обратную связь на сказанное. Но от этого мы к пониманию этого слова не приблизимся. Я хотел бы с вами, как с автором этого слова, подискутировать. Ну, допустим, завтра я открываю, смотрю, и мне будет непонятно. Вот на самом деле так не происходит. Человек, попавший в эту ситуацию, понимает, что он сейчас скажет то, что останется. И если он скажет, то есть он представит себя таким, и возможно, что это останется надолго и будет его визитной карточкой. Поэтому здесь такой, скажем, просто игрой не обойтись. И часто это больше похоже на исповедь. Я думал, что вы сейчас скажете это слово. Тогда что такое исповедь? Ну, исповедь это откровение человека перед, ну, вообще-то перед Богом, да? Но в данном случае... Давайте мы не будем трогать религиозную тему. Ну, исповедь как таковая, да? Но, в принципе, исповедаться друг другу еще никто никому не запрещал. И, в общем-то, самые сокровенные такие беседы между двумя друзьями, что это как не... Вот искренность, да, исповедь о чем-то. Ну, я лично считаю, что если мы друг друга когда-то не понимаем в беседе с моими друзьями, моими знакомыми, то чаще всего проблема не в языке. Ну, такой расхожий сюжет, когда я говорю женщине, я люблю тебя, она говорит, а я читала Фрейда, и знаю, что это не любовь, а это что-то другое. И начинает объяснять мне то, что, собственно говоря, иногда я не хочу слушать, и я, в свою очередь, тоже ее не понимаю. Но, коль скоро язык это ближе, просто, понятно, а коль скоро это уже и записано в какие-то словари. То есть, любой словарь, это вот для меня возможность договориться в терминах. Да. Вот. Как можно договориться в терминах в вашем словаре? Здесь я бы хотел вспомнить один случай. Писатель сказал, что такое слово, ну, то есть на конференции по поводу нашего словаря, сказал, что зачем вы, собственно, занимаетесь этим, есть уже толкование этих слов, ну, зачем. В этом случае я ему ответил, что, вообще-то, основная книга была уже написана. Стоит ли писать еще книги? Поэтому, мне кажется, каждый раз рассматривая, мы уточняем, уточняем и уточняем наши слова, возможность понимания друг друга. В этом смысле, мне кажется, очень важно. И, кстати говоря, поскольку это видеословарь, то, видя человека крупным планом, мы можем точно понять, говорит он правду или наигранную. Ну, это по такому гамбургскому счету мысль изреченная есть ложь, классик сказать. В любом случае здесь есть доля истины, доля правды, доля лжи, доля всего. То есть получается, что это не словарь, а суд, рассуждение. Нет, возможно, здесь еще размышления наших соотечественников, пока что больше соотечественников, на какие-то очень важные и этически значимые темы. Это же очень важно. А что такое, что вот сейчас думают люди о родине? Вот что это? Что они вкладывают в это понятие? Или, например, есть... Какие у вас были ответы? Ой, самые разные. Ну, хотя бы пару ответов. Очень интересно, ну, хотя бы вот такой момент, когда люди говорят о том, что не только один, да? Что в принципе родина – это даже не та часть, где я живу. Это близкие люди. И которые могут жить даже не здесь со мной, вот на этой территории. Они могут быть рассредоточены достаточно по миру. Важно, что мы духовно близки. В этом смысле вот такое планетарное сознание и больше уже обретает вес. И значение родина для людей уже не территориальное. Ну, это не очень понятно, потому что родина, там, помните, в свое время... Ну, где родился. ...за славу, за царя, за отечество. Ну, вот. А вот современное понимание очень многих людей. И с этим просто надо считаться. Вот это интересно как исследовательски, это очень интересно. Да, но теперь, если, например, вы скажете, что я поехал на родину, я буду рыться, ну, в каких-то документах уточняю, где же вы родились. А вы, оказывается, поехали в Америку, потому что у вас там есть духовно близкий человек. Без комментариев. Мне кажется, что здесь другой момент. Здесь, кажется, я поехал домой будет точнее. Вот опять о терминах. Ну, хорошо, давайте тогда, защищая родину, да? Вы пошли в армию, там, взяли винтовку и пошли защищать что? Это, получается, очень глубоко мотивационно. Наверное, это очень понятно художникам или вообще творческим людям. Но вот мы, простые телезрители, их ведущие, мы ведь не обязаны вас понимать. Ну, по крайней мере, если нам не хочется. А когда хочется, мы спрашиваем, поясните. Так вот, поясните, где тогда будет родина? Ну, вот мне кажется, что в данном случае я являюсь только составителем. То есть мне важно каждое мнение. Я бы не хотел свое мнение, так сказать, вперед, так сказать, выносить. Мне важно собрать. Собрать все многообразие того, что представляется на сегодняшний день. Мне важно рассматривать это. Я наблюдатель. Хорошо. Как понимать совесть? В библейском плане, там, не укради, не... Или... Совокупность. Совокупность понять. Ну, вот совокупность это как? Это что-то... Заповеди. Что-то... Помните, совокупность это, как один сатирик наш сказал, честь, которая допускает подлость, любовь, которая допускает измену. То есть совокупность это что? Совокупность этих понятий, совести. Ну, во всяком случае, прежде всего, опять же, цитирую, например, кого-то из моих отвечающих, я могу сказать, прежде всего, совесть или поступать по совести, это поступать так, как ты хотел, чтобы поступали с тобой. Ну, желания могут быть разными. Вот у меня один знакомый говорит, что он бы даже хотел побывать в Освенциме на неделю, он так, чтобы понарошку, чтобы у него всегда была возможность оттуда по собственной воле выйти. То есть он... У него странное желание, но... Да, странное. Ну, согласитесь, что желание, что человек имеет право на свои желания. Вот если вы хотите, чтобы я поступал с вами так, как я хотел бы, чтобы вы поступили со мной, это получается как-то, во-первых, очень сложно, громоздко, а с другой стороны, что мне придет в голову неизвестно, что придет вам в голову неизвестно. Хотя бы не делать то, что вы не хотели бы, чтобы я делал с вами, например. То есть никто не хочет быть обманутым. Не факт. Обмануть меня несложно, я сам обманываю царап. Ну, мы к любви, это не к любви, да. Но, в общем, это же все очень сложно. Это душа такая, она эфемерная создали. Ну, собственно говоря, у нас и тема разговора сегодня, любые предложения люди принимают иначе, чем тот, кто их вносит. Да. И получается, что если я должен относиться к вам так же, как я хотел бы, чтобы вы относились ко мне, то я должен сначала выразить вам, как я хочу, какая сложная конструкция, да, как я хочу, чтобы вы ко мне относились. Но вы должны меня понять, чтобы я мог это выразить. А для этого я должен, опять же, договориться в терминах. Без спорта. А термины у нас разные, размытые. Но я вам скажу, свобода, и вдруг выясняется, что свободы нет. Ну, как в вашем отрывке. Но мне кажется, что понимание больше не получается от того, что я смотрю в свой собственный словарь. У меня не образуется точное понимание. Но я понимаю о том, что люди могут думать об этом совсем иначе, чем я. И в этом есть тоже соль. То есть мы должны понимать то, что люди думают по-разному. И это нормально. Это нормально. Плюрализм, да? Да. Это гражданское общество. Это то же самое, что мы говорим о свободе. Вот часть свободы. Понимать то, что все люди разные и думать могут по-разному. И каждый имеет право на то, что... Если он не задевает каким-то там образом другого человека. Ну, говорить тоже можно по-разному. И слова употреблять тоже можно разные. Но у нас есть толковый словарь. Даля, Ожига. У нас есть орфографические словари, которые диктуют норму. Норму восприятия слова. Норму произношения слова. Написания слова. Ну, и трактовка. И трактовка, да. И если норма не соблюдена, то... Ну, как минимум, это ошибка. Это неграмотность. А... Ну, можно и дальше. Да, я понимаю, о чем идет речь. Поэтому свой толковый словарь... Это все-таки я называю арт-проектом. Это такая история художника. Художников там. Вот, я вместе с Верой Никлюдовой, мы это делаем. Да, я слышал, одна из ваших героин говорит о том, что свобода – это когда хочется писать. Мы с вами как-то на одной из передач говорили о том, что художник может быть одновременно и свободным, и не свободным. Мы говорили о том, что он может быть свободным от мира, но не свободным от денег. Да, и вот в деньги упирается, и деньгами начинается, деньгами заканчивается, да? Ну, социум, я думаю, что это... Ну, как сказать, ну, не только деньгами. Просто денег так же, как опять же... Нет, вы ошибите. Вот расскажите про свой словарь так, чтобы мне было понятно, что он нужен. Нужен? Да, вот я хотел бы от вас услышать, раз он появился, значит, он теперь же появился не потому, что вот захотела ваша правая нога, я хотел бы слышать вашу мотивацию и его необходимость. Да, я для себя это понял следующим образом. Все-таки я воспитывался в том советском государстве, где мы вместе родились, и у меня были какие-то определенные понимания того, что хорошо и что плохо. В какой-то момент мы оказались, хотели мы того и не хотели, мы оказались в другой стране, да? Где многие понятия стали столковываться по-другому, где, во всяком случае, изменилась система ценностей. И мне захотелось разобраться в этом поподробнее и поискать, насколько это хорошо, ну, насколько она действительно стала отличаться. И насколько она отличается? Значит, в глубине души людей все-таки осталось что-то такое. Есть какие-то вещи, которые, по-моему, неизменны в человеке. Мне кажется, что интерес к этому проекту может быть потому, что, во-первых, мы можем посмотреть, насколько эти, вернее, определить точно, да, вот эти вот как бы основополагающие человеческие ценности, о которых так, в общем, не так много говорят, и оказалось, что это интересно молодежи. И, наверное, во-вторых, это понять, рядом с кем мы сегодня живем. То есть, выслушать их мнение и понять, а кто же такие вот наши соседи. Потому что мы все время говорим там о политике, о деньгах, о душе очень мало. Да, наверное. Вот тоже очень интересный поворот. Может быть, он вам покажется даже немножко провокационным. Я, когда читаю некоторые энциклопедии, у меня всегда есть некий такой осадок от того, что я не могу переговорить, встретиться с тем человеком, который писал эту статью в энциклопедии. Часто я бываю несогласен. Это получается, как игра в одни ворот. Вот. То же самое было на телевидении, до появления интерактивного телевидения, когда люди смогли, ну, когда появилась обратная связь. И вот мне показалось, что телезрителям было бы интересно поговорить с живым, извините, с современником, с живым составителем словаря. Вот. И если поговорить, то нужны какие-то вопросы. И прежде всего, как вы думаете, какие вопросы сегодня вам мог бы задать телезритель? Попробуйте угадать их. Да, любопытный и неожиданный вопрос. Вопрос к самому себе, какой бы я задал себе вопрос, точнее, наверное, так, да, если бы я не составлял этот словарь, а был таким сторонным наблюдателем. Ну, вы можете компилировать уже... Какой-то провокационный вопрос. Вы можете компилировать ранее заданные вопросы, а можете, может быть, какие-то, может быть, даже какие-то не заданные вопросы, но которые хотели бы услышать. Ну, все думают, вопрос, конечно, такой, частый очень, а как же это все будет выглядеть в конце, а что же будет в конце? Потому что форм очень много разных. Мы и видеоинсталляции делаем, и какие-то ролики, и презентации, и сейчас еще это будет документальное кино, и еще, бог знает, куда нас вынесет эта история, потому что рождаются какие-то новые, совершенно неожиданные формы. Что же я мог бы сам себе задать? Такой вопрос совершенно, я даже не знаю, я не знаю, честно не могу сказать. У меня, говорит, нет к себе вопросов, у меня есть только ответы. Я единственное, что вот, поскольку все там могут высказаться, да, то, наверное, задал бы себе такой вопрос. А могу ли я добавить свое собственное мнение на этот счет? И как я его могу вам, допустим, доставить? Да, как я могу сам быть включен в этот славы? Поскольку он как бы открыт для всех. То есть, в принципе, я вот думаю о том, что через интернет многие смогут свои высказывания прислать нам на 4Ч. Я думаю, что... То есть, давайте мы не будем сейчас... Реклама? Это не реклама, это не коммерческая история. Ну, все равно, знаете, у нас сейчас время, когда реклама платная, мы с вами ведем передачу нерекламного характера. По крайней мере... Хорошо. Да, вот я перебил. И вот, возвращаясь к словарям, возвращаясь к словарям, то есть, ваш словарь, он подразумевает какую-то бесконечность, он подразумевает, ну, что-то такое вот размытое, да? Размытое, да. Размытое. И в этом действительно есть какой-то смысл. То есть, тот поверит тому герою или выступающему, кто вызовет наибольшее доверие или, скажем, наиболее симпатичное. То есть, это какая-то такая вот электоральная словарь получается. Каждый может получить свое значение, да? Да. Здесь еще может быть интерес какой? Может быть, даже не современный интерес. Здесь может быть исторический интерес, поскольку, например, мне было бы любопытно, как лет 20 тому назад люди формулировали эти понятия. Я думаю, что интерес будет вот к этому лет через 20, а может быть, через 50 еще больше. То есть, через это все понять, а что же думали люди тогда? Вот если это сохранить, да, тайм и приумножить, то это интересно. А потом же развитие человека, человек, который ответил сегодня на этот вопрос, да, может быть, завтра он ответит, не завтра, там, лет через 5 у него поменяется что-то, а может, через 10 поменяется. Вот человек там в 20 лет, например, да, прислал нам свое сообщение, там, ну, не сообщение, да, свое высказывание, там, я думаю, что свобода это вот это. А через еще 20 лет еще одно. И мы видим, как бы, вот, я вот надеюсь на это. Я надеюсь, что это станет не то, что вот моим таким, да, или там, нашим, а общим таким. Такой общей игрушкой, которую могут играть все люди. Какие слова дальше? Какие слова дальше? Ой, слова рождаются как-то в процессе бесед, все-таки это видеобеседы с людьми, и они вот как-то там сами наворачиваются, то есть это такой достаточно естественный процесс. Иногда это связано с тем, что мы встречаемся с человеком, который, ну, скажем, занимается каким-то конкретным, ну, он конкретной профессией, да, например, там, человек занимается клонированием, ну, не клонированием, когда вот это, вот, Скрябин, мы встречались со Скрябином, да, там, человек, который, там, ученый, академик в четвертом поколении. Ну, соответственно, ты к нему подбираешь какие-то вопросы интересные, да, что он мог бы протрактовать по поводу того, что, помимо того, что такое совесть, да, вот, опять же, интересно, что он скажет, вот. Так что это вот, каждый раз это отдельная история. Например, банкиру интересно, а что он скажет о деньгах, да, то есть так подбираешь какой-то там процесс этих. Что говорил банкир? Прошу вести. Да, смотрите, смотрите, там все рассказано. Да, наверное, попробуем, наверное, бессовестно обманывать, говорил он. Да, по-разному, я не думаю, что так все, все люди-человеки, в этом смысле мы все остаемся людьми. Я думаю, что, там, поступаем мы так или иначе, ну, это мне надо еще знать, а что же сделал такой банкир. Я думаю, что, скорее всего, это, может быть, было бы интересно с конкретными личностями, да, тогда вопрос, там, ну, к Мавроди, тогда должен был быть обращен, например, вот, по поводу каких-то конкретных вещей или еще к кому-то, да. К людям, которые действительно, и я, кстати, даже думаю, что, вот, выбирая кого-то. Ну, мне доводилось общаться с некоторыми основателями пирамид, вот, и, действительно, там очень часто употребляются слова и совесть, и нравственность, и, да, то есть какой-то осадок вины, то есть, или осадок, попытка придать вот этой пирамиде или своему детичью какой-то благородный оттенок, потом, какие-то страшные закулисные силы, которые помешали, вот, и даже на каком-то этапе начинаешь этому человеку верить. Вот, потом думаешь, а что же я верю-то? Он же, вроде как, обманщик, то есть, не по словам, а по делам, по человеке судят. Но, тем не менее, когда мы выбираем, вот сейчас, там, выборы будут все такое. Не надо про выборы, давайте лучше расскажем о том, бывало ли... Хорошо, про выборы. У вас так, когда вы вносили какое-то предложение, а люди вас понимали иначе, нежели чем вы обращались? Только что, относительно выборов. Я хотел сказать о выборе своего спутника. Когда мы выбираем спутник по жизни, и если бы мы спрашивали не только, ты меня любишь, но спрашивали... Извините, что я была... Нет, я вас, конечно, люблю, но странную любовь. Здесь ведь интересно то, что люди вкладывают. Если бы они разобрались в этом по-человечески, да, то есть, по пунктам, любовь для меня это, я, например, хочу встроить гнездо, чтобы у нас были там дети, там, чтобы дом... А другой думает о любви там. А вот мы с тобой будем любить друг друга, потому что нам сегодня с тобой хорошо встречаться, и всё. И эти два человека, если бы они об этом поговорили, я думаю, что меньше было бы, ну, как сказать, несчастных людей в любви. Я думаю, что есть порядка 14 тысяч слов, которые находятся в обиходе, в ежедневном обиходе простого человека. Ну, хорошо, не 14, там, 8 тысяч слов. Если мы будем договариваться по поводу каждого слова, то у нас вся жизнь превратится в сплошные договорённости. Да, безусловно. Через некоторое время от занудства один из договаривающихся просто помрёт или сбежит. Конечно, хотелось бы... Я знаю, что есть профессиональные языки, есть язык митинга, есть язык, ну, например, телеграфный, телеграфного сообщения, есть чиновничий язык. И во всех этих языках, условно так разделить, если... Во всех этих языках употребляются, как правило, одни и те слова. И совесть, кстати, тоже употребляется. Вот, и я так понимаю, что вы просто вырвали из разной среды разных людей, там, я видел у вас писателей, видел у вас чиновника, даже депутата. И каждый из них, ну, расшифровывал, не хочется говорить понятие, это какое-то вот всё-таки уже тоже сленговое слово, но понимание этого слова в своей социальной среде. То есть в этом отношении интересно. Получается, что мы можем сравнивать какие-то социальные слои. То есть интеллектуалов и бизнесменов, хотя, наверное, они тоже интеллектуалы. Ну да, здесь, в общем-то, словарь, вот для меня лично словарь касается именно интеллигенции. То есть, возможно, для кого-то интересно будет рассмотреть эту историю более широко. Но мне интересно встречаться с людьми интеллигентными. Ну, просто вот, мне интересно. Хотя, наверное, интересно, а что же думают там люди простые. И, ну, что такое простой человек, опять же, да? Не простой человек, это, наверное, я. Нет. Нет, я очень простой человек. Да, да, да. Замечательный человек. Нет, я очень добрый, внимательный, что там ещё, деликатный. Вообще, говорить о себе приятные вещи очень приятно. Да. Я думаю, что и другим людям говорить приятные вещи тоже приятно. Я думаю, что это вот часть... Другое дело, что люди, как следует по условно четвёртому закону Мерфи, любое предложение принимают иначе, чем тот, кто их вносит. Да. И вот, к сожалению, у нас осталось не очень много времени. И мне показалось, что в нашей сегодняшней беседе мы очень мало уделили времени вашему словарю. Это очень интересно, вот когда появляется какое-то новое, тем более словаре, это консервативная такая... Форма. Отрасль, да, форма, и вдруг появляется какая-то новая, пусть арт-словарь. Это всегда... Мне бы хотелось, чтобы вы ещё что-то рассказали про свой словарь. Как он появлялся, какие трудности были при его составлении. Ну, наверное, какие интервью вы выбрасывали из этого словаря, потому что они были, ну, с вашей точки зрения, не отсюда, неподходящими. Ну, вот, по поводу выбрасывали. Вот мы как-то не выбрасываем, просто бывает так, что человек в какой-то момент, он согласен отвечать на вопрос. Но при встрече, это было только две встречи из ста, которые сегодня записаны, это реально случилось. Человек просто, ну, мог рассказать любой анекдот, но говорить на какие-то такие откровенные темы он был не готов. В этом смысле беседы были пустые. Вот. Относительно сложностей. Сложности были, может быть, в самом начале, чисто организационные. Вот. Где-то после десятка интервью мы пришли в одну такую серьёзную контору, в другую, в пятую, в десятую, и нас сейчас поддерживают. Я не буду перечислять, да, опять реклама начнётся. Ну, вы хотите сказать, что сложности были только финансового плана. То есть вы, мы опять же, оденели. Нет, не финансово, просто вопрос, что такое поддержка, да, то есть люди готовы были, они все смотрели, говорят, о, какое хорошее, благородное занятие, да. Давайте, вот, чем можем вам помочь, да, там, если финансово, то это надо вставлять в план, если это новая история. Давайте мы оставим тему финансово. С другой стороны, вот, я ставлю сейчас на место ваших участников, кого вы интервьюировали. Представьте, мне звонят, допустим, по телефону и говорят, скажите нам, пожалуйста, про совесть. По телефону нереально. Да. То есть речь идёт не о телефоне. Как бы ответили наши, вот, или носители сленга, это что, наезд, да? Я понимаю, что, вот, опять же, да, наверное, любопытный момент, да, что человека толкает на, ну, на решение, да, принять в этом участие. Ну, эфир, наверное. Ну, просто люди хотят, я не знаю, ну, всё-таки, вот, может быть, из-за того, что нехватка такого искреннего общения, она же всё-таки есть. Мы все в делах, в делах, в делах, а поговорить о чём-то таком. И вдруг есть свободные уши, и даже камера, и меня послушают, и я расскажу, и никто меня не осудит. Меня выслушают очень внимательно, это будет, во всяком случае, такая моя публичная исповедь, и это, по-моему, ну, мне сложно понять. Ну, это вот, там, тщеславие, да, немножко тщеславие, если там есть какие-то имена, которые для меня что-то значат, и я буду рядом с ними, там. Ну, там много всяких таких нюансов, мне кажется, что это всё имеет значение. При том, что человек принял решение, да, я буду участвовать и говорить о своей совести. Ну, вы предупреждали, вот видите, как любой врач даёт клятву Гиппократа, да, или там советского врача, как было совсем недавно, там, не навреди. Вы предупреждали, что вот он может сказать, а его могут неправильно понять? Или это уже его эпархия? Да, это его эпархия, конечно. Его эпархия, и я не передумал. Нет, нет, я... Я думаю, что как раз, всё равно, отвечая на этот вопрос, человек должен был опереться на какие-то такие аксиомы, да, то есть слова-аксиомы, для того, чтобы объяснить своё понимание этого слова. И при этом не уйти в банальность? И при... Нет, ну, да, и при этом не уйти в банальность. Этот человек, если он сам с собой на эту тему когда-нибудь разговаривал, да, то есть ему было интересно там поразмышлять, либо с друзьями, да, а что ж такое-то? Вот, а почему так? Тогда такие беседы достаточно, ну, как сказать, продуктивные. Они как бы выстраданы человеком внутренне. Бывают очень неожиданные вопросы. Например? Алексеева, мы правозащитница, да, мы спросили у неё, что такое смерть. У неё было огромное количество интервью, как вы понимаете, да, но никто никогда её об этом не спрашивал. Хотелось бы услышать ответ. Что ответил? Это надо цитировать, я бы не стал перейти. Не томите, расскажите. Ну, её отношение было, там, несколько аспектов относительно, так сказать, отношения к автаназии, и как это могут использовать, и отношение к своей собственной смерти, как к неизбежности и так далее, и так далее. Ну, в общем, это был достаточно долгий ответ. Я бы не стал пересказывать. Это не получится. Нельзя так пересказать. Как можно пересказать исповедь этого человека? Мне кажется, не совсем точно будет. Ну, и в свою очередь я хотел бы задать вам вопросы от телезрителей. Вопрос первый. Я вас попрошу отвечать очень коротко, поскольку времени у нас совсем мало осталось. Кто имеет право на составление словарей? Ну, вообще-то учёные. Хорошо. Бывает ли истина в последней инстанции? Я думаю, что нет. Когда люди бывают откровенными? На исповеди. Что является результатом труда составителя словаря или энциклопедиста? Словарь или энциклопедия? Хорошо. Хорошо. Какой ещё вопрос не прозвучал? Вот в первом словаре, в первом вопросе я сказал, что да, что я только учёный. В данном случае я как раз ломаю этот стереотип, ну, просто как художник. Вот это мне, так сказать, напоминает нашу предыдущую встречу, когда мы говорим о том, что человек должен сделать что-то такое, чтобы сломать стереотип. Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Я предлагаю вам попрощаться с телезрителем. Спасибо большое. В свою очередь, благодарю вас за то, что вы пришли и рассказали о своём словаре, принесли несколько страничек из него. Я напоминаю, у нас в студии был Олег Арнаутов, художник, столичный художник, составитель словаря. На этом мы завершаем нашу передачу. До новых встреч в эфире.